Друзья, приветствую вас! Меня зовут Анастасия Гусарева. Как обычно, мы с вами собираемся на этой платформе, дабы проанализировать всё происходящее, понять, почему те или иные события происходят именно сейчас, в этом временном отрезке, что нам с этим всем делать, как нам на это всё реагировать, ну и, конечно же, как те или иные события повлияют на нашу с вами жизнь. Для того, чтобы это трезво оценить, мы приглашаем в нашу студию экспертов, гостей в наши эфиры. Сегодня у нас в гостях Константин Боровой. Здравствуйте! Здравствуйте, Настя! У нас с вами целый перечень вопросов, которые я бы хотела с вами обсудить. Но вот тут произошла такая горячая новость в Украине. Это то, что Зеленский таки отправил в отставку заложенного главкома Вооружённых сил Украины, на его место назначил Сырского. И тут почему я этот вопрос адресую вам, хотя он и кажется внутренней политикой Украины, потому что ходили неоднозначные разговоры по поводу этого. Появлялись публикации такого рода. Первое, это официальное заявление от США о том, что любые перестановки в вооружённых силах, кадровые решения – это суверенное дело Украины, и никто на них влиять не может. Но в то же время появлялись публикации о том, что якобы Вашингтон давил на Киев по поводу кадровых изменений, ну, одно из которых – это отставка заложенного. Чему Вы больше склонны верить? Или могла ли действительно быть ситуация, когда Белый дом давил на Зеленского, дабы произошла отставка заложенного? Ну, не знаю, маловероятно. Не думаю, что с расстояния Белого дома это имеет большое значение, заложенный или кто-то ещё. Это действительно внутренняя проблема. Зеленский требует от заложенного подчинения, выполнения его решений, даже если с точки зрения военных это решение неоптимальное. Вот заложенный позволяет себе спорить с Зеленским, объяснять ему, что некоторые предложения, решения главнокомандующего могут… Ну, они просто нереализуемые. Сама идея наступать или активно обороняться в условиях, когда Путин расширяет свою наступательную стратегию, расширяются вот эти ракетные, дроновые удары. Но она, видимо, неоптимальна. То есть, понимаете, состояние, очевидно, состояние отчаяния в штабе Зеленского, в его окружении. В этих условиях любое неподчинение приказам, установкам рассматривается как предательство, как опасность. Вот. Кроме того, очень падает рейтинг Зеленского и, соответственно, растет рейтинг любых оппонентов его. Вот. В том числе рейтинг заложенного. Это тоже очень волнует команду президента Зеленского. Это, конечно, больше внутренняя борьба. Борьба за сохранение позиций нынешней команды, которая, к сожалению, теряет эти позиции. Также вы упомянули о том, что расширяет Путин свои возможности по обстрелу Украины, по фронту. Мы знаем, что так называемые выборы у них там на носу. Наверное, они хотят каких-то побед. И вот сегодня появились заголовки о том, что, возможно, был обстрел ракетой «Циркон». Ее называют такой себе «Вундерваффе» Путина. И эксперты обсуждали, действительно ли могла быть запущена на Киев гиперзвуковая ракета «Циркон». И в ходе подготовки материала многие ссылаются там на разных экспертов, на «Дефенс Экспресс» и тому подобное. Ну и также говорится о том, что эта ракета, даже если была запущена, она была сбита. Действительно ли мы можем говорить о том, что у Путина есть вот такое вот «Вундерваффе», которое может изменить ход этой войны? Или же это очень-очень преувеличенные слухи о возможностях такого вооружения? Ситуация катастрофическая, Настя. Путин наладил производство вооружений в невиданном количестве. Все эти вооружения не будут складироваться. Они будут использованы против Украины. У Путина очень узкое окно возможностей. После прихода Трампа, после прихода республиканской администрации в Белый дом, никто ему не будет позволять то, что ему позволялось при захвате Крыма, при фактически захвате Украины. Нас ожидают очень неприятные события в ближайшее время до лета и летом, когда интенсифицированно, качественно будет наступление российской армии, и уже никакие разговоры о восстановлении границ 1991 года или до 24 февраля не будут иметь смысла. Насколько я знаю, они уже готовятся в Кремле к победным действиям, связанным, скажем, они планируют трибунал над украинской властью, обвиняя их в совершенно невероятных нарушениях. Вот. Все очень плохо. В этих условиях Зеленский должен был бы принимать экстренные решения для усиления собственной власти для остановки войны. Но он, его команда, уперлись. Они хотят продолжения войны, они говорят о возможности победы. Это, знаете, существование не в реальном мире, а в каком-то иллюзорном ими придуманном. И в условиях, когда началась мощнейшая антидемократическая пропагандистская кампания в Украине, уже демотиваторы там появляются в социальных сетях, где Зеленский изображается наркоманом, активизировали журналисты, противники Зеленского, он продолжает бороться со своими сторонниками, которые говорят о каких-то ошибках, пытаются помочь ему. Он начинает, начал борьбу со сторонниками Украины, которые не во всем с ним согласны. Об этом говорят очень многие вот здесь, в Соединенных Штатах, мои единомышленники, сторонники Украины. Все это очень опасно. И все это закончится, может закончиться, полная оккупация Украины. Давайте чуть детальнее о Путине и о его попытках выйти из вот этой зоны нерукопожатности или же нет, вы сейчас нам расскажете. Такер Карлсон поехал в Москву для того, чтобы взять интервью у Путина. Как только он опубликовал эту новость у себя в Твиттере, она же сейчас, сеть Икс, там уже было 50 миллионов просмотров, ну то есть, что говорит о том, что есть интерес к этому интервью. Все ждут, что там будет, как оно будет, гадают, о чем там будет идти речь, будет оно комплементарным или же нет. Но вот мы задаемся вопросом, а какова цель этого интервью, какую цель ставит перед собой Такер Карлсон и для чего Путину это интервью? Такер Карлсон журналист, популярный, известный, американский журналист, который создал собственный канал и сейчас его раскручивают. Он заинтересован в интервью, которое повысит его популярность, его рейтинг. Очень естественная, что ли, позиция, положение. Он принес даже некоторые извинения публике за то, что он берет интервью у Путина, говоря о том, что если бы это был Гитлер, он бы все равно взял интервью, понимая, что это важно, это интересно для публики. В Украине рассматривается это интервью, ну вот то, что я слышу от журналистов, как попытка, пропагандистская попытка раскрутить Путина. Уже начались, знаете, такие оскорбления, обвинения Такера Карлсона в том, что он женоненавистник, что он расист, что он трампист. Ну, такой обычный набор. Это неправда. Значит, он предложил интервью и Зеленскому тоже. Правда, вот в этом уведомлении он несколько, так сказать, сложно выразился. Он сказал, что Зеленский не был достаточно искренен, когда выступал в Соединенных Штатах. В Украине уровень пропагандистской кампании слишком высок. Слишком высок контроль за средствами массовой информации. Вы знаете, я это по себе чувствую. Многие крупные украинские каналы с извинениями отказываются делать со мной аналитические обзоры, потому что я не в полной мере следую в курсе, который намечает президент Зеленский. Ну, это ошибка, конечно, это ошибка власти проводить пропагандистские кампании в демократическом государстве в условиях, когда пресса, общество является той обратной связью, которая критикует власть и делает ее лучше. То, что раздается критика в адрес Такера Карлсона, просто за то, что он берет интервью, еще даже содержание этого интервью неизвестно. Но это попытка контролировать, вот знаете, как сейчас средства массовой информации в Украине, ну вот они контролируются, у кого брать интервью, какие вопросы задавать, что обсуждать, какие должны быть выводы. Понимаете, тут, в общем, возникает ощущение, что не совсем не правы те, кто говорит о том, что в Украине неполноценная демократия и средства массовой информации недостаточно свободны. А вы верите в то, что интервью с Путиным может быть некомплементарным, учитывая тот режим, который сложился в России, да, ну, там, те столы мы видели длинные, которые Путин никого к себе не подпускает, мы знаем, что вся российская пропаганда поет в унисон всегда по заготовленным методичкам, и допустить мысль о том, что Путин готов отвечать на жесткие вопросы, или же на вопросы, которые вот ему будут не очень нравиться, очень сложно, ну, и допустить то, что вопросы не согласованы заранее. Вопросы довольно часто согласуются заранее, да, и, насколько я понимаю, делая предложение об интервью даже Владимиру Зеленскому, Такер Карлсон сообщает предварительный список вопросов, так принято, то, что Путин будет использовать в пропагандистских целях это интервью, в этом нет никаких сомнений, то, что Такер Карлсон совершенно не обязательно будет задавать провокационные, раздражающие вопросы, но это тоже очевидно, он берет интервью, такое интервью, которое ему дают, понимаете, что же делать. Как считаете, слухи, которые ходили о том, что Такер Карлсон в случае переизбрания Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки хотел бы быть его вице-президентом, они обоснованы и имеют под собой какой-то грунт, или это сугубо его желание, возможно, эти слухи сам Такер Карлсон и распустил? Мне кажется, содержательной части в этих слухах нет никаких. Такер Карлсон создал собственное информационное агентство, которое сегодня раскручивает, которое принципиально усиливает свое влияние. Ну, вы сами сказали, 50 миллионов просмотров только анонса будущего интервью. Сейчас может уже больше. Да, ему, мне кажется, не очень интересно, вот предприниматель, понимаете, государственная должность, особенно такая, вице-президент, очень слабенькая. Но в свое время мне много предлагали в правительстве России всякого рода должностей, когда я был президентом нескольких бирж, нескольких банков, но я деликатно отказывался, зачем мне это. Влияние Такера Карлсона сегодня через средства массовой информации, которые он сам и создал. Значительно больше, чем будет то влияние, которое он приобретет, став вице-президентом. Вице-президент это очень специальная должность, тем более, что Дональд Трамп уже сообщил, что вице-президентом будет женщина, и у него выбор между тремя кандидатами. Не могу вас не спросить о заголовках, которые сегодня появились в прессе. ЕС готовится к торговой войне с США после избрания Трампа президентом. Как вы это оцениваете, и что, как может тогда эта торговая война проявиться, и почему к ней ЕС уже готовится? Были ли какие-то предпосылки для такой подготовки? Знаете, это непростой вопрос. Давайте потратим несколько минут, я вам объясню, в чем там дело. Структура экономики, управления экономикой в Соединенных Штатах и в Европе различны. В европейских странах, скажем, металлургическая промышленность чуть старше, чем в Соединенных Штатах, и она в конкурентной борьбе проигрывает. Государственное регулирование в Европе очень сильно. В случае, когда в конкурентной борьбе проигрывает там отрасль промышленности, государство и Европейский Союз целиком начинают предпринимать усилия, чтобы сохранить эту промышленность, помочь ей. Снижаются налоги, субсидируется промышленность, и это проявляется в очень многих отраслях. С точки зрения международных соглашений, принципов и законов Всемирной торговой организации это называется протекционизм. Это называется вмешательство в конкуренцию со стороны государства, когда оно принимает решение продвинуть тот или иной вид деятельности, промышленности. В Соединенных Штатах Другие Законы Полная Конкуренция с какими-то поправками, но в общем проще считать, что полная конкуренция. И вдруг на рынке появляется дешевый товар, дешевый металл, ни с того, ни с сего. Понимаете, и когда специалисты начинают выяснять в чем дело, оказывается, что это субсидированное государством, Европейским Союзом продукции. Это называется демпинг. Демпинг, когда искусственно снижается стоимость товара для того, чтобы он занял рынок. Демпинг это нечестная форма конкуренции. Вот Соединенные Штаты выступают против вот этих нечестных форм конкуренции, а Европейский Союз, пытаясь поддержать свое производство, свою промышленность, используют эти инструменты. Я не думаю, что это называется торговая война. Это называется использование государственных механизмов для продвижения продукции Европейского Союза, для субсидирования ее, для демпинга, для нарушения правил торговли и законов торговли. Против этого выступают Соединенные Штаты очень справедливо. Еще один заголовок, это уже от Блумберга. Блумберг сообщает следующее. ЕС начал оценивать последствия возможного переизбрания Трампа. Европейская комиссия начала официальную оценку последствий выборов президента США в ноябре 2024 года, в частности того, каким может быть потенциальное президентство Дональда Трампа в случае его переизбрания. сообщает об этом Блумберг, как я уже сказала. По словам собеседника Блумберг, Еврокомиссия в своей оценке последствий выборов США уделяет особое внимание сценарию, в котором Трамп становится победителем. Как пояснил высокопоставленный чиновник ЕС, стиль экс-президента США становится все более агрессивным и страны-члены Евросоюза разделяют мнение, что его возвращение в Белый Дом может привести к очередному обострению торговли, как мы с вами уже только что обговорили, через Атлантический океан. К примеру, Блумберг узнал, что компания Трампа планирует в случае победы принять ряд протекционистских мер против ЕС, среди которых введение минимального тарифа в 10% и контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги. Складывается такое впечатление, что вот пока единственная тема в европейских странах и во многих это вот как раз переизбрание Трампа и все к чему, все к этому готовятся как к чему-то очень-очень страшному. Вы знаете, есть общая тенденция. Мир движется вправо, мир движется в сторону полноценной свободной конкуренции, свободного рынка к демократии. Государство такое, как Европейский Союз, созданное на принципах в общем социалистических, глобалистских, принципов на принципах доминирования государства в политике, в экономике. Они воспринимают это как опасность. Брекзит, выход Великобритании из Европейского Союза воспринимался как опасность, с этим боролись, но британцы, тем не менее, вышли из этого колхоза. Европейский Союз очень нервно воспринимает выбор, скажем, Орбана в Венгрии. Человек, который называют венгерским Трампом, европейским Трампом. Европейскому Союзу в условиях конкуренции политической и экономической с Соединенными Штатами, с некоторыми своими членами. Придется меняться. А меняться Европейский Союз не хочет. Европейские надгосударственные структуры хотят остаться в той форме, в которой они существуют, делая и экономику, и политическую систему Европейского Союза неэффективной. Они воспринимают вот эти новые тенденции поправения мира, превращения мира в большую демократию, в большую открытость, снижение государственного регулирования. Хавьер Милей, который в Аргентине начал реализовывать либертарианские принципы, он тоже рассматривается как опасность Европейского Союза. Понимаете, страны, которые становятся свободнее, где рынок развивается, снижаются налоги, они начинают выигрывать экономическую конкуренцию. Европейскому Союзу, чтобы участвовать в экономической конкуренции, выигрывать ее, нужно начинать сокращать государственный аппарат, сокращать государственное регулирование. То, что делает Хавьер Милей, Орбан, Трамп, Великобритания. Но этого не хочется. Поэтому они рассматривают все это как опасность для Европейского Союза. Конечно, опасность. Еще, знаете, был такой анекдот в советские времена, что рабы Рима идут лозунгами «Да здравствует феодализм, светлое будущее всего человечества». Ну вот, мир меняется, ничего тут не поделаешь, Европейскому Союзу придется смириться с тем, что и ему придется совершенствоваться, изменяться. Байден сделал заявление, он говорит, что Трамп звонил и угрожал возмездием республиканцам, если они поддержат законопроект о границах. Значит, президент США Джо Байден обвинил бывшего президента страны Дональда Трампа в том, что тот звонил и угрожал возмездием законодателям от республиканской партии, если они поддержат законопроект о защите государственных границ, который включает помощь Украине. Никогда не думал, что увижу на Капитолийском холме нечто подобное тому, что происходит сейчас, говорит Байден и об этом сообщает CNN. Кроме того, отмечает телеканал следующее, президент США раскритиковал представителей республиканской партии за то, что они заблокировали двухпартийное соглашение по границе и пакету внешней помощи. Могло ли такое быть в действительности или же Байден это придумал и когда можно ждать того, что помощь будет разблокирована или этого вообще не ждать? Помощь не будет разблокирована, военная помощь, потому что демократическая администрация Джо Байден находится в договорных отношениях с Путиным. В тот момент, когда Сенат рассматривал вопрос о Лен-Лизе, Сенат, в котором у Байдена большинство, он проголосовал против. Это такая хитрая борьба против Украины. И понимаете, вот некоторое время назад была очень популярная тема в Украине. Что будет, если Трамп придет в власти, который остановит помощь Украине? Ну вот помощь Украине остановлена, остановлена демократической администрацией. Понимаете, когда возникла кризисная ситуация около Израиля, два флота американских оказались около Израиля и защищали его. Перекрыли небо над Израилем, где американские флоты около Украины, в Черном море, в Балтийском море, где? Их нету. А Байден занимается пропагандистской кампанией. Понимаете, сегодня главная проблема Соединенных Штатов это нелегальная эмиграция. 8 миллионов человек пересекли границу, значительная часть из них боевики, как говорят директор ЦРУ, директор ФБР. Это не просто нелегальная эмиграция, это еще поток амфетаминов, то есть наркотиков очень опасных, от которых умирает 100 тысяч американцев в год. Это потоки оружия и боевиков, террористических организаций. Дональд Трамп, демократическая администрация, делает все возможно, чтобы закрыть границу для нелегальной эмиграции. Дональд Трамп начал строительство стены, понимаете, когда он был президентом. Мы все-таки с вами разумные люди, но давайте делать выводы из того, что мы видим. Джо Байден обманывает общество, обманывает Украину, он борется с республиканской администрацией, распространяя ложь о ее действиях. Желание помочь Украине есть у республиканцев, которые приняли большинство закона о ленд-лизе. И Байден его не реализовывал. И попытка продлить этот закон была заблокирована Байденом. Байден, вот эта демократическая администрация, предает Украину. Открыто, откровенно предает. Пытаясь сдать Украину Путину, так как они сдали Крым. Вот. Не делать правильных выводов из этой ситуации, ну просто ошибкой, признак какой-то умственной отсталости, что ли. Повторять вслед за демократической пропагандой ее установки о том, что там ужасный Трамп блокирует помощь, ну это несерьезно. То есть вы не верите в то, что Трамп мог звонить республиканцам и делать какие-то угрозы? Я верю в то, что попытка Байдена принять закон, в соответствии с которым ни границы не будут защищены, ни Украине не будет оказана помощь, заблокирована республиканской администрацией. Очень может быть, что Дональд Трамп звонил кому-то из членов партии, но это его право, понимаете, устраивать из этого пропагандистское шоу, как делает Байден. Ну, просто несерьезно. Вы сказали заблокирована республиканской администрацией. Вы имели в виду демократическую или вы имели в виду то, что Байден пытается... заблокирована демократическая администрация, заблокирована Джо Байден. Канцлер Шольц с визитом сейчас в Соединенных Штатах Америки на повестке Дня Украина и Трамп, об этом сообщает Deutsche Welle. Поддержка Украины со стороны США находится под угрозой из-за возможной победы Дональда Трампа, пишет Deutsche Welle на президентских выборах. Это станет одной из тем третьего визита канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон. Ну, и там далее описывается, что, как, какой порядок этой встречи будет. Все больше таких сообщений мы видим, но Шольц приехал, очевидно, обсудить, какую долю помощи придется взять на себя Европе в случае, если Америка все-таки не выделит помощь Украине, а мы вот с Вами буквально минутку назад обсудили, и Вы утвердительно сказали о том, что помощь разблокирована не будет. Приход Трампа, республиканской администрации в Соединенных Штатах это спасение Украины. Если Украина доживет до этого момента, если до этого момента сохранится государственность и демократия в Украине, и это, к сожалению, не очевидно. Слишком много ошибок совершает нынешняя власть. Вот. Пропагандистская кампания, которая ведется сегодня в Украине, лживая, подлинная пропагандистская кампания, которая вводит заблуждения граждан Украины, которая, к сожалению, вводит заблуждения даже руководства Украины. Она очень опасная, эта пропагандистская кампания. Трамп – это надежда Украины, республиканцы, которые голосовали за ленд-лис, которые не допускали агрессивных действий России во время президентства Трампа. Вот. Все негативные события, которые связаны с агрессией России против Украины, вот захват Крыма, начало войны на востоке Украины, это все действия, согласованные с демократической администрацией, в ее, так сказать, каденцию произошедшую. Вот. Давайте все, кто хочет спасения Украины, молиться о том, чтобы Дональд Трамп пришел к власти и Украина, если она сохранится до того времени, была бы защищена. Сегодня демократическая администрация США, Джо Байден, делает все возможное, чтобы Украина перестала быть независимым государством, чтобы Украина была оккупирована не только частично, но и полностью. Это очень опасно. И напоследок, не могу вас не спросить, Анджей Дуда, пребывая в Руанде, это президент Польши, отвечая на вопросы журналистов, сказал о том, что у него нет сомнений о том, что Трамп сможет завершить войну в Украине за 24 часа, как он и говорил, ну, очевидно, это был один из вопросов, и он на него ответил, и Анджей Дуда сказал следующее, у меня это приблизительно, это не конкретная цитата, но суть. У меня нет сомнений в том, что сказал Дональд Трамп, что он сможет завершить эту войну за 24 часа, потому что я с ним сотрудничал, когда он был президентом, я был президентом, и все его обещания, которые он мне давал, он всех этих обещаний придерживался. У меня нету повода сказать о том, что он не сдержал какое-то из своих обещаний, которые давал на посту президента. Если отталкиваться от этого и от идеи завершения войны за 24 часа, это завершение каким может быть, скажем так, да, то есть это очень много оружия и уничтожение России, или это стол переговоров, или пока мы не знаем. Настя, об этом говорить бессмысленно. Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов 20 января 2025 года. Да. Уверены ли вы, что к этому моменту Украина как независимое государство сохранится? Да, я уверена. Президентом Украины не будет какой-нибудь Янукович, Медведчук или Порошенко. В этом я тоже уверена, да. Уверена. Я в этом не уверен. Я думаю, что вероятность этого очень велика. Путин настроен очень агрессивно. Зеленский отказывается от самой идеи переговоров. И это значит, что Украине грозит уже не просто вот эти локальные ракетные удары, а грозит расширение военных действий, которые может закончиться полной оккупацией Украины. Что будет делать Трамп после того, как Украина будет оккупирована, мне понятно, но он выразит соболезнования украинскому народу, так же как сейчас выражается соболезнование белорусскому народу. Вот он оккупирован полностью. Результат вот тот возможность, о которой мы говорим, она не спонтанна, она не от Господа Бога. Это результат последовательных действий, конечно, Путина, но еще и администрации Украины Владимира Зеленского. ошибок, которые они совершают, слишком велико. Понимаете, эти ошибки становятся катастрофами для Украины. Спасибо вам большое за разговор. Константин Боровой сегодня у нас был в гостях на Политеке. Друзья, я благодарю вас за то, что вы с нами смотрите, комментируете, поддерживаете. Любые ваши движения с этим видео помогают нам продвигать канал, а значит, как можно больше людей смогут услышать ответы на свои вопросы. Мы обязательно увидимся в следующих наших эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева, а вы, пожалуйста, берегите себя.